всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяна с любовью как и обещала я сегодня к вам с рецептом окрошки не простой окрошки окрошки с холодцом я тут готовила холодец и обещала вам что покажу окрошку которую любит моя семья для рецепта такой окрошки нам понадобится яйца понадобится конечно же холодец это мой домашний холодец ссылочку я оставлю наверху именно с ним мы будем делать окрошку так понадобится квас естественно огурцы редисочка свеженькая зелень и лук салат укроп значит и обязательно хрен корень хрена чтобы сейчас пока мы вот это все овощи мелко будем резать чтобы у нас не холодец не квас не были теплыми мы сейчас их поставим в холодильник и дальше продолжим будем резать овощи такую окрошку мы делаем без картофеля чисто на яйца вот ну вот достаточно такое количество как бы яичек я взяла сколько у меня тут 6 7 штучек 6 мелко крашу яйцо как обычно вы это делаете такую окрошку я всегда добавляю очень много зелени это немножко другой рецепт не такой какому вы привыкли именно здесь вот эту изюминку доставляет холодец и обязательно хрен причем именно свежий хрен поэтому вот я его и взяла яйца порезали а сейчас будем резать огурчик как хотите можете почистить шкурочку можете так мы так пока они такие не загрубившие но это еще не наши огурцы там уже наклевываются но 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 еще нету пока вот такая затяжная весна висят огурчики но еще пока маловато думаю скоро уже будем конечно свои кушать следом за огурчиком пойдет редисочка свеженькая у меня не очень крупно только-только вот это вот выросла мы уже это наверное ну чтоб не соврать наверно третья партия или четвертая ли даже уже посажены поэтому еще не успела это вырасти свежая то она вообще очень вкусненькая молоденькая вернее когда вот следом за редисочкой будем резать лук не удивляйтесь салат вот такой вот салат у меня еще горчичный салатик попал тут значит и простой вот этот вот лолороса вот это вот такой вот салатик я его просто вдоль немножечко вот так и мелко туда покрошу но мы любим это дело попробуйте не ну разные же рецепты до окружки бывает ну вот тут вот такой вот у меня рецепт зелень режем мелко мы сюда сейчас не добавляем не соль не пи не перчик вообще ничего просто берем и хорошо перемешиваем все наши продукты ничего добавлять не нужно иначе за счет соли овощи дадут вот этот вот огурчик все сок и будет не не очень вкусно не очень комфортно это все будет потом кушать поэтому наша задача сейчас все вот это вот перемешать хорошо между собой у нас получилась большая такая кастрюля довольно таки да и мы живем вдвоем нам конечно такую кастрюлю сразу не скушать поэтому что я делаю я беру небольшой вот взяла вот такой ковшик откладываю сюда столько сколько мне нужно для того чтобы покушать ну там на один раз или на на два раза но желательно на один это мы отставляем вот столько вот я себе отложила а сюда я беру наш хрен который у нас остался и на мелкой терочке я его сюда натираю вот именно только свежий хрен сюда вот придаст вот вам именно вот такой неповторимый вкус вот этой вот окрошки натирайте столько сколько вы считаете нужным чтобы у вас вот этот хрен остаток не пропал я его просто вот сейчас так вот разрежу и в воду в баночку пол витровую вот так вот закрой поставлю в холодильник и следующий раз когда я буду наводить или следующую порцию окрошки я снова свежего хрена сюда натру именно он придает вот этот вот неповторимый запах и вкус сейчас достаем наш охлажденный квас сейчас берем наш квас охлажденный и наливаем сюда тоже по густоте разводите так как вам нравится у меня рецептов кваса на канале не один можете зайти посмотреть я вверху оставлю вам ссылочку а у меня сейчас вот лично до квас это который на цикории но я убавила немножко там количество сахара зайдете в рецепт посмотрите вот я положил сюда 400 граммов всего сахара и для кваса это будет прекрасно до крошечного так сюда добавляем соль по вкусу теперь вот уже можно перчик перемешиваем все конечно все это дело естественно попробуйте на вкус может вам еще хрена добавить нужно все вот это вот мы убираем в холодильник и прекрасно вот у нас может в течение дня вы не один раз можете и завтра у вас вот эта заготовочка у вас прекрасно будет стоять в холодильнике сегодня покушали окрошку завтра покушайте окрошку она прекрасно вот стоять главное не солите и и и ну все можем приступать наливать нашу окрошечку она такая холодненькая такая вкусная вот поверьте мне вот попробуйте такой рецепт я уверена что вам очень понравится он обязательно добавьте сметаны у меня сегодня к окрошке хлебушек я сегодня пекла белый смотрите как он тоненько у меня как нарезается это хлеб у меня есть такие такой рецепт хлеба на канале я вам ссылочку верху оставлю очень вкусный хлеб пекаться очень быстро не займет у вас буквально никакого времени а вот вами окрошечка приятного вам аппетита попробуйте рецепт еще такой окрошки она получается очень вкусно и охладит вас в жаркий полдень если вам понравился рецепт то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии я всем вам всегда отвечу а сейчас желаю вам всего самого хорошего и доброго с вами была ваша татьяна пока пока